Долгой не было. Мир вам. Да в городе гриппа-то нет, я не пойму, а почему надевают это? Потому что профилактика воспаления Верки. Оператор. Оператор Виктор Миколаевич. И шофер. И шофер. Заразно, как это. А приехали же на газельки. На нашей газельки. На нашей газельки. Это прямо вообще никуда не годится. Тебя вредили-то как это. Почему же ты так не сподобилась пройти-то прямо? А вот. Упала-то. А вот попутал. Нечистый. Он от двери. А как тебя переворачивать-то? А как переворачивать-то как попали. Вот так. Шипко больно? Сейчас уже не больно. Уже не больно, отболело. Мы приехали на престольный праздник. Совсем на коротко. Ну и завтра в деревню уезжаем. Потом уже 4 мая. Октября приедем совсем. Скажите, кого мы посещаем? Кого посещаем мы, скажите? Кого посещаем ты? В Чернявску Александру Иванову. Моего друга. Я когда услышал, она лежит, то думаю, вот это да. Вот это да. До того мне это не нравится, вот это. Скрывает лицо. Все, мы разбойники какие-то пришли. Это разные ваххабицы с этими ходят-то. В магазины грабят когда. Нет, они только глаза открыты, а то все закрыто. Да главное, в городе ни гриппа, ничего нет. Это просто дурью маются. Мы из деревни приехали. У нас столько здоровья, там воздух чистый. Вы нашим воздухом не надышитесь. А меня закрывают, не дают дышать на вас. Не надо снимать, так и ходите. Не надо, у нас все так ходят, потому что она у нас сильно ослабленная. Сейчас повернут. Как вы ее на город делаете? Нет, мы свою ей не должны передавать. Дистиллированная будет лежать. Нет, время придет, и если Господу угодно, и живы будем. Она поднимется, она пойдет. У нас бабушка болела, мама, никто на их маски не надевал. Но это было то время. А тут у нас парниковое действие. Мы в памперсах лежим. Мы там вообще не согласны с этим. Может быть и так, усадите. Да ладно, сидите. Мы долго не будем, хотя бы увидеть. Я тебя хотел попросить. А я знаю, а я знаю, чего лица. А может, ты не совсем знаешь. Дело в том, что мы обратились, даже дело дошло до правительства. Так, Хабаровский край, Амурская область, потопление на них было. Еврейская автономная. Что если есть там люди, которые потеряли жилье, чтобы они нас нашли, которые верующие, не пьют, не курят, не матерятся, не воруют, не лгут, то могли бы поселиться в Потеряевке. Так ты там походотайствуй, чтобы Господь нам таких людей нашел добрых. Молодые, с детьми, чтобы школа поднялась. Потому что людей-то мало у нас. А просто с улицы кого-то, ну это значит окончательно разорить. Люди, которые любят устав, которые любят Господа, страх Божий имеют. Ты там подойди к Матери Божией. Да обязательно. Господу скажи, скажи, нам нужны хорошие люди, Господи, найди их, пошли на нас. Мы же нынче-то путешествуем далеко, знаешь? Да и Бог. Ну, сколько, где? А? Где, сколько? Где, сколько? 15 стран прошли. Были в Польше, в Германии, в Австрии, в Венгрии, в Румынии, в Болгарии, в Чехии, в Словакии, в Сербии, в Азербайджан, в Армянской, в Грузинской. И все Южные Республики прошли, у мусульман были, я в мечети ходил, к ним молился, у Абмулы останавливались на дому. И везде было свидетельство. И везде Господь дверь открывал нам. Это молитвами ваши. Мы знали, что за нас молятся, потому что дело-то очень непростое. Мы прошли нынче, вот сколько, вот 56 дней ездили, 30 тысяч километров прошли. В горах, там смотреть страшно, какие зигзаги, называются серпантины. Я насчитал, где-то 500 поворотов только сделали. Они вот так вот поднимаются, вот так ступенями как бы машины идут. Вот. И Господь нас вернул, мы живые. Сейчас газету напечатали про это, у нас там были, 24-го. У нас сегодня 26-го, позавчера. Все девятся и говорят, такого в мире никто не делал. А мы ехали, всегда знали, что за нас молятся, и нас Господь на крыльях несет буквально. Вот за два года мы посетили 360 городов и районных центров. Это 360 шагов сделать, и то, а это приезжаем, мы никто нас не ждал. Нам надо найти центральную библиотеку, там государственную. Встречаемся, беседуем, да и везде дарим книги. Вот за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Подарили. Своих наших книг. Подарили были у Лукашенко, это президент Белоруссии. У Рамзана Кадырова в Чечне. Личной встречи не было, а через администрацию. Благодарности пришли. Люди нуждаются во Христе. Вот какое дело. Ну что? Ну вот мы еще вам покажем, с чем мы живем. Что это? О, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости, возродивший нас к воскресеньям Иисуса Христа измертвых, к упованию живому, и кленному. Первое Петра 1,3. Вот с чем мы живем. Это как я пришла, и мы сразу с этим... Это вы куда написали-то такое? А вот есть. Вот как. У меня застевает, долго сестручки приходят. Ну что, тебе обижаться на ноги не приходится, ты много ходила. Есть люди, которые вообще ногами не ходили, родились без ног. А у тебя ноги были. Ты с Иваном Семеновичем-то своим сколько прожила? 64 года. 64? Ничего себе. Он умер, сколько ему было? Забыла, наверное. Забыла. Ну, наверное, ему было 80 с лишним. Да, конечно. А тебе сколько? У тебя старше, у тебя 86. А кто старше? А мне 86. А? У меня 86, а ему 86. Вот у нас в деревне живет 87 лет ей. Вот, Серафима Гавриловна. Она сухонькая, маленькая, она на огороде копается. Если бы ты была в деревне, у тебя бы так не было. Ты бы упала, а там мягкая земля. Ну, конечно. И все, ну, попорхала, как воробей. А воробе им в пыли купаются. Вот именно. Вот город что делать? Видишь, тебя как на растяжке растянули-то. Растянули. Ну, ты, главное, терпи. Знаешь, что нам дано не только веровать, но и страдать. Да, я в это... Один лежит 38 лет, и некому поднять его. А у тебя, смотри, сколько... Помощников. Ну. Сколько родных людей. Тебе ропота не подходит? Нет. Близко даже, да? Даже близко. Ты его попаляешь молитвой? Конечно. А молитву ты считаешь? А как же. Это один так посетил, и говорит, как? Он говорит, кое-как. Потом приходит, говорит, не могу, только отче наш считай. Говорит, ну, еще не конец, считай. Приходит, он говорит, отче наш не могу, говорит, забывай. Господи Иисусе, и едва забоем. Он говорит, все, пора. И к вечеру он отправился в путь долгий, невозвратный. Потому что, ну, поселом Бог дает. Да, конечно. Мы тебя помним, как говорится, на руках молитвы несем. Спасибо Господи. Да. Ты поняла, что нам нужно? Поняла. Чтобы хорошие люди нас нашли, потерявки жить. Молодые, с ребятишками. Да, да, да. То у нас сразу все по-другому будет. Да, по-другому. Которые любят устав, любят закон Божий, Господа знают. Православные, что были. Православные. Потому что деревня православная. Ты в деревне-то у нас была, ты хорошо знаешь, как. Ну, еще бы. Ну, слава Господу. А вот с чем мы с вами сегодня. А Надежда Васильевна, давай просить. Она думала, что мы на своей машине поедем. А на машине очень трудно. Много транспорта. Наша машина-то не легковая, а грузопассажирская. Ты же ее видел, какая она? Я видел, он видел. Мы на ней проехали нынче, куда не думали даже. Говорили, нас туда не пустят. Советская машина загазована, большая от нее. Никто нас не тронул. Господь им открыл глаза и закрыл тут же. Собачка с нами была. Она была чемпионом Сибири, а когда приехала, стала чемпионом России. Вот Бог как сделал. Прославил нашего Регана. Вот у нас впереди еще путешествие, если в этом году, в следующем 14 назначенном. Но я не знаю, удастся или нет. Тут два условия. Первое, нам негде сейчас остановиться. До этого было, где наша ставка была, куда мы каждую неделю заправлялись, ездили. Это на юге, Ростовская область. Теперь нам надо к Москве переместиться, чтобы захватить до севера. Думаю, пройти сразу через Украину, зайти надо в Болгарию, потом зайти в Грецию, переплыть море в Италию. Там к Папе Римскому может достучимся, книги подарим. Ну а потом идти в Францию, Испанию, Португалию. И севером пройти, если Господь позволит, в Англии побывать. А потом на Скандинавию, там пять стран. А оттуда надо переплыть Балтийское море и захватить все Прибалтийские республики. Это у нас концовка. Это план, мы половину его выполнили. Мы прошли полностью Ростовскую область по районам, Ставропольский край, на родине Горбачева побывали. Мы видели. Видели, где Буденновский захват заложников был. Интервью там взяли. Вот, были там, где захватывали, как это называется? Беслан. 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 Все это засняли. Там страшно смотреть, все это как стреляли. Все так и стало из стены. Их под купол взяли. Мы там поскорбели вместе, помолились и мы были там нужны. Мы приехали, больше месяца отходили. Во сне все едем и не можем остановиться. Уснем и опять нас скачают куда-то, едем и сейчас маленько отошло, стал видеть другое во сне. А то никак не выйдем из поездки-то. Ну вот батюшка сказал, что с тобой такая беда-то, ты упал. Я знаю, вот шейка бедра у молодого там еще делает операцию. Вставляет что-то как-то. А у старых они даже операции не делают. Нет. Слава Богу. Кости-то они рассыпаются, их трогать нельзя. Нельзя. Что можно сказать? Мы молимся, больше ничего не знаем. Ты друг наш, и мы тебя любим. Ой, спасибо. Мы с тобой отлично пожили. Отлично. Все, мы пошли. Ага. Прости меня, Христа Роди. Господь, прости. Умница моя. Я прошу. Мы с тобой жили очень дружно. Нам есть что вспомнить. Ага. Не бойся, заразы от нас нет ее. День, когда воззову к тебе, скоро услышь меня, ибо исчезли как дым дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава. Так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания твоего кости моей приткнули к плоти моей. Я упаду, был запеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня. Клянут мною. Я им пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего. Ибо ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень. И я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь. И память о тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом. Ибо время помиловать его. Ибо пришло время. А так кто считает-то? Гнати Тихонович. А ты узнала? Да ну как же. Я старался. Хорошо. Один раз я Библию насчитал до ареста. А второй раз вернулся, уже на компьютер насчитал. Это с компьютера мы взяли. Потому что то уже попорчено было, изъяли, оригинала не было. Я старался как мог. И все думал, кто-то найдется лучше меня. Я находил, который считает лучше артисты-то. Я не высоко себя ценю. Но люди почему-то находят наши варианты. Я верю в то, что говорю. И знаю, что это прошло по мне. Я так же ел хлеб, как пепел. И питье растворял слезами. И много плакал. Ну что, мать? Благословляй нас. Господь благословит. Это вот Любовь Николаевна привела нас. Нам бы не найти тебя. Мы завтра уезжаем после службы. Ой, Любовь Николаевна. Увижу я тебя на этой земле или нет, но мы тебя знаем. А тебе мы молимся. И ты нас, когда пойдешь там на мытажцах, пройдешь. Пройдешь, ты верующий. Дьявола, не бойся. Он пугать будет. Он будет представлять какие-то доказательства, что ты такая нехорошая. А ты скажи, за меня Христос умер. Его кровь святая смыла все грехи. На мне нет ничего. Ты обманщик. Ты лжешь. Господь меня возлюбил. Я омыла кровью его. Я причащалась кровью его. Отойди, враг. Не препятствуй. Я должна дойти моего Господа. И там ему поклонишься. Когда уже пройдет эти 40 дней, и ты им расскажи, что мы очень нуждаемся в хороших людях. А вот если на следующий год, вторая причина, чтобы Николай Кручина не болел и согласился поехать. Без него нам никак. Там настолько трудно, что наши шапера не туда не подойдут. Он все знает, все ухватывает. Николай Кручина. Без него никак. И он не поедет, и все, больше нам никуда не поехать. У нас еще есть порох в Пороховнице. Еще книги есть. Но сделали бы как надо. Мы прошли за все время 444 города и села. Это только где мы оставили полностью все. Примерно мы распространили более 15 тонн литературы. Тысяч килограмм. Это означает, что около 20 тысяч книг мы распространили бесплатно. И мы знаем возрождающие действия этих книг. И люди некоторые еще не знают, они в глаза их не видали. Потому что они основаны на слое Божьем. Вот свел же нас Господь с тобой. Да. А могли пройти мимо, и пути наши бы не перекрестились. Да, могли. Не той улицы прошел. Силен Господь. Мы помолимся коротко. Да. Отец Небесный, мы просим Твоей милости на болящую Александру. Помилуй ее, укрепи дух ее. И как угодно тебе, так ты и соделаешь. Господи, не покинь ее, когда душа будет разлучаться с телом. И проведи помытарством, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего, умершего за наши грехи. Господи, благослови всех приходящих сюда, и мысли всех направь к горнему. И пример их жизни да будет оставлен для нас. Чтобы мы, воспоминая, делались лучше. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А это кто? А это Виктор Николаевич. Ну все, мать. Пошли. Да спаси вас, Господи. Да дай вам Бог. Вот что мы хотели сделать, все сделали. До свидания. Надо укрепить Господь. Спасибо. Вот так.